И снова здравствуйте, дорогие горожане! После стандартного 28-дневного перерыва по случаю отпуска программа «Занимательная статистика» приступает к своим непосредственным обязанностям. Кстати, по статистике, примерно 40% людей, вернувшихся на работу после отдыха, листая свежие фотографии, страдают ужасным недугом. Психологи называют его постотпускным синдромом. Подумать страшно, вот вы только что нежились на пляже или поднимались на высокую гору в поисках новых впечатлений, а спустя несколько дней уже сидите на рабочем месте, загруженные делами. Все серо и уныло, работать совсем не хочется. Появляется рассеянность, а обычные задания становятся невыносимым бременем. Но это не про нас. Мы люди сильные, много повидавшие, и поэтому после отпуска выходим на работу, как на праздник. По-дружески завидуем тем, у кого все еще впереди, и отпуск только вот-вот начнется. Также по-дружески делимся советами. Что необходимо в отпуске в первую очередь? Уже отдохнувшие посетители нашей странички в интернете рекомендуют. Запаситесь хорошей литературой для чтения. Обзаведитесь с ног с шибательным купальником. Позаботьтесь, чтобы обувь была максимально удобной. Очень важно прихватить с собой интересного попутчика или попутчицу. Не забудьте зарядить фотоаппарат и, наконец, выключите уже телефон. И хорошая погода, и соответствующее настроение вам в помощь. Наши постоянные авторы других ответов тоже на собственном опыте убедились, что же необходимо в отпуске в первую очередь. Нужна хорошая погода и удобное место в автобусе. Плюс деньги, фотоаппарат и хорошее настроение. Необходим любимый человек, который будет рядом. Тем, кто остается в городе, очень нужна горячая вода и побольше денег на ремонт. Снова деньги, деньги и хорошая погода, и чтоб с настроением. А вообще самое главное в отпуске – это чтобы работающие коллеги не доставали. Скорее всего, вы возьмете с собой кучу вещей, которыми даже ни разу не воспользуетесь. Так что берите с собой только любимого человека, а все остальное – лишнее. Прислушайтесь к этим нехитрым советам опытных отпускников. И пусть ваш будущий отпуск ничто не омрачает. Ну а что нам делать с теми, кому не удается вырваться за пределы города? Не всегда есть возможность взять отпуск. А расслабиться очень хочется. Приходится отдыхать в городе. Но вот только где именно? С оставшимися в городе прохожими на улице поищем идеальное место для летнего отдыха. Для начала соберем информацию о среднестатистическом рассказовце. Что ему по душе, насколько он гостеприимен и легок ли на подъем. Ну вот, например, легко ли вас вытащить из дома в выходной день? Не очень, потому как добудиться вас крайне сложно. Смотря какое время года. Да вы сам кого угодно, куда угодно вытащите. Вас легко вытащить из дома в выходной? Куда-нибудь рапануть? На природу? Нет, некогда. Это супруг замуж говорит. Да, да, нам некогда. Вас не вытащишь. Так, а у вас там, по-моему, что? Привычные и комфортные вам компании и друзей вы без проблем поделитесь какими-то своими личными новостями, споете хором с остальными, позволите себе лишний бокал другой. Вот что вы там будете делать? Сможете песенки попеть? Запросто. А вы уже отдыхали куда-нибудь? Нет, еще некуда. Будете отдыхать? Обещаете, что хорошо, в сентябре отдохнем? Отлично. Сможете ли вы угостить чем-нибудь нежданных гостей? Нет, ну я легко могу заказать что-то с доставкой на дом. Конечно, мои гости голодными не останутся. Чай с чем-нибудь вкусненьким у нас точно найдется. Обязательно. Конечно, мои гости голодными не останутся и чай с чем-нибудь вкусненьким у нас точно будет. Если вы с кем-то серьезно поссорились, вряд ли этот человек вернется в список ваших друзей. Подождете и посмотрите, как этот человек будет вести себя после вашей ссоры. Вы обязательно помиритесь, как только страсти улягутся. Так, что сделаете? Помиримся все равно. Обязательно? Да. Как вы относитесь к клоуну? Совершенно неожиданный вопрос. Совершенно не понимаю этот вид шоу. Никак. Отношусь равнодушно к цирку и подобным зрелищам. Мне с детства нравятся клоуны. Как вы относитесь к клоунам? Я их боюсь. Почему? Ну, не знаю, у меня просто страх с детства. Не такие уж они и веселые. Весь этот грим, носы их. Так, нам нужно выбрать какой-нибудь подходящий отсюда вариант. Наверное, совершенно не понимаете. Да, скорее вот так вот. И последний вопрос. Дело время, а потехе час. На ваш взгляд это пример несправедливого распределения времени и сил. Правда жизни, от которой никуда не денешься. При необходимости потехе можно уделить и побольше времени. Ну, скорее всего, правда жизни, которая никуда не деться. Я думаю, так. К сожалению, наверное. Да, к сожалению, наверное, так. Вот, исходя из таких ответов, составители данного теста советуют нам для полноценного отдыха совершить визит в зеленую зону. Дословно они выразились так. В любом городе есть хотя бы небольшой парк, где можно почувствовать себя ближе к природе, получить порцию свежего воздуха, насладиться пением птиц. И все это в шаговой доступности от дома. Устав от побега от цивилизации, в любой момент вы можете вернуться к любимому дивану или быстрому домашнему интернету. Вот только составители данного теста не знали, что среднестатистический рассказывец не может воспользоваться этими рекомендациями, потому что он сам испортил свою зеленую зону. Вернее, это сделал не среднестатистический рассказывец, а люди избранные, у которых ни стыда, ни совести и полное отсутствие элементарной воспитанности. Очень стыдно, господа. На нашем сайте в интернете появился новенький, свеженький, послеотпускной опрос. Связан он с рабочими буднями. Будем ждать ваших мнений. Желаем всем удачи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok